Продолжение следует... Да, сейчас вот вернулся. Решил вывести свою IT-компанию на наш рынок. Здорово. Я рада, что у тебя все получилось. Спасибо. Спасибо, милая. Какие же вы красивые. Так подходите друг к другу. Я рада, что вы вместе. Да, мы вместе. Настя, мне Лера сказала, что у тебя сейчас трудности с деньгами. Но ты же замужем за самым Валевским. Он уже тогда был успешным бизнесменом. Мы с Игорем расстались. Если честно, я не очень хочу об этом говорить. Понимаю. Слушай, Настя, у меня в фирме есть вакансия. Ассистент-руководитель. Ну, то есть мой личный ассистент. Пойдешь? Я совсем не разбираюсь в IT. Там не в чем разбираться. Тем более, что ты боишься? Ты у нас на курсе самая способная была. Настя, ну, соглашайся, а что тут думать? Это лучше, чем посуду мыть в баре. Это правда. Вот это другой разговор. Все, в понедельник жду тебя в офисе. Ребят, спасибо большое. Никуль, я дома. Привет. Привет. Ну, как ты? Хорошо. Хорошо? Умничка. Мам, чуть не забыла. Классно, я просила тебе письмо передать. Спасибо. Я контрольную по математике провалила, да? Нет, солнышко. У директора ко мне вопрос. Фух, я так боялась. Ты что-нибудь выпьешь? Ну, я же заролю. Ну, я же заролю. Мне страшно. До утра выветрится. Извиняюсь, сейчас. Говорит только быстро, я занят. Игорь, Нику хотят исключить из гимназии, но все еще можно исправить, если погасить долги и внести предоплату на следующие полгода. Пожалуйста, давай вместе подумаем, у кого можно одолжить денег. А я тут при чем? Это теперь твои проблемы. Хотела самостоятельности? Получай. Ну, Ник, а твоя дочь тоже? Да. И когда она будет жить со мной, я сам это все решу. Без тебя. Встретимся в суде. Ты куда? Что случилось? Не хочу вмешиваться в твою семейную жизнь. Когда ты, отец поступил с мамой так же, как ты сейчас с Настей. Мы с тех пор больше не общались. Эх, подожди, при чем здесь твой отец? Я не понимаю. Вот в том-то и дело, что ты не понимаешь. Вряд ли когда-нибудь поймешь. Прости. Прости. Шла собака. По роялю. И сказала. Гимназия. Я выиграла. Молодец. Никуль, мне нужно тебе кое-что сказать. Сейчас, ну ладно, давай доиграем. Нет, солнышко. Послушай. Твоя гимназия, это... Это очень дорого. А мы сейчас с тобой вдвоем, и зарплату я получу только через месяц. Ты хочешь забрать меня из гимназии? Никуль, в соседнем дворе есть школа. Хорошая. Я читала отзывы на форумах. Я завтра туда пойду и поговорю с директором, чтобы тебя перевезти. Да, солнышко, я думаю, так будет лучше. Лучше? Кому лучше? Ты меня никогда ни о чем не спрашиваешь. Зачем мы от папы ушли? Может, я вообще с ним жить хотела? Ника, подожди. Ника! Хочешь, я заберу тебя после занятий? Первый день все-таки. Это не обязательно. Солнышко, я знаю, что ты на меня рассержена. Я знаю, что ты волнуешься. Это нормально. А знаешь, как я переживаю? Я сегодня впервые за 10 лет выхожу на работу. Зато мы вместе начинаем новую жизнь. Ну да. Только ты ее выбрала, а не я. Ну все, пока. Да, мы договорились. Ну, если успею, конечно. Ну, хорошо, хорошо. Если успею, я зайду на полюсу. Давай, обязательно. Чудился, значит, сейчас все эти волоки-то здесь. Кто-то не платит. Порю за каждую копейку. Обещали на этой неделе. Да? Ты думаешь, уже... Коллеги, хочу представить вам моего ассистента Анастасию Вольневскую. Я уверен, что мы все отлично сработаемся. Ну что, поздравляю с первым рабочим днем. Спасибо. У нас всегда так встречают новеньких. Это шеф придумал. Он хочет, чтобы мы здесь себя чувствовали, как дома. Спасибо за теплый прием. Спасибо. Спасибо. Привет, я Егор. Мы в одном классе учимся. Знаю. Это же ты приклеила мои карандаши к парте. Догадалась? Слушай, ты это не обижаешься? Вот еще. Это даже забавно было. Класс. Проверку прошла. Какую проверку? Ну, что-то не зануда. А то эти вообще шуток не понимают. Училки на меня жалуются. У меня в классе даже друзей нет. Я думаю, у меня они тоже вряд ли здесь будут. Ты видел, как они меня встретили? Ага. Это из-за той штуки, которую ты в рот брызгаешь. Ты чем-то больна? Не важно. Ну, не важно так не важно. Слушай, не против парк пойти после уроков? Ну, давай. Все равно мама на работе, а одной дома скучно. Супер. Пошли уже урок. Капучино с карамелью? Правильно? Да, спасибо. Это мой любимый. Даже не думала, что ты помнишь. Помню. Ну, что ты, вникаешь? Угу. Если будут какие-то вопросы, то не стесняйся, сразу спрашивай. И да, кстати, зайди в бухгалтерию за аванс. Спасибо, конечно, но у меня сегодня первый день. А вдруг не получится? Все получится. Если что, я помогу. Спасибо. Я буду стараться. А деньги мне сейчас, правда, очень нужны. Вот и отлично. Давай, работай. Так, смотри. Берем вот такой камешек. Двумя пальцами так зажимаем. И раз! О, три жапки. А теперь я. Давай. Плюха. Уроки закончились. Обедала. В столовой. Пюре и котлету. Да, пока, мам. Это лекарство от астмы. Помогает, когда волнуешься. А что ты волновалась? Ты же с мамой разговаривала. В последнее время мы друг друга не очень понимаем. Поссорились? Просто обидно. Она все сама решает. А меня даже не спрашивает. Мое мнение для нее ничего не значит. Понятно. А я свою маму толком не помню. Она нас с папой давно бросила. А как же вы живете? Нормально. Ну, вдвоем неплохо. Ника, я дома. Солнышко. Ника. 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 Солнышко. Да, будь лаской без ниши. Алло. Добрый день. Добрый день, Анастасия Сергеевна. Я как раз собиралась вам звонить. Вам нужно принести оригинал медвики Вероники и сделать взнос фонд класса. Да, да, обязательно я все сделаю. Но я звоню узнать, где моя дочь. Она сегодня первый день в школе и до сих пор не вернулась домой. На звонки не отвечает. Так она ушла с Егором Зуевым после урока. Этот мальчик учится в нашем классе. Как ушла? А можно номер телефона мамы этого Егора? У него матери нет, он живет с отцом. Я сейчас поищу. Но я хотела вас предупредить. Егор не самый лучший выбор для дружбы. Секундочку побудь. Алло, получили? Да, да, пришло. Спасибо большое. До свидания. Слушаю. Здравствуйте. Я мама одноклассницы вашего сына. Позвоните позже. Не могу сейчас говорить. Он занят. Ника, ты почему на звонки не отвечаешь? Я же волновалась. В школу звонила. Ты где была? Мам, Егор, ну, мой новый одноклассник. Мы вначале с ним пошли в парк, а потом он меня позвал на тренировку по дзиду. Там было так весело, ты не представляешь. Вот я тебе и позвонить забыла. А потом телефон сел. Ну, я решила, что дома тебе все объясню. Солнышко, твоя учительница сказала, что этот Егор... Мам, Егор очень добрый. Честное слово. Просто он учится не очень и над всеми прикалывается. Но с ним очень весело. Я ему оценки помогу потянуть. Ну, хорошо. Если ты считаешь, что он хороший, я тебе верю. Пойдем, пойдем. Сэн, ну вот скажи, у тебя совесть есть? Ты можешь только договариваться, что ты будешь вести себя нормально. Ты что? Меня снова вызывают? У меня сегодня Клерия на урок проведет Егор, ладно? Тут совсем недалеко. Хорошо, только проезжую часть переходите по подземному переходу. А я тебя после занятий заберу. Хорошо? Мам, смотри, Егор. Егор, привет. Привет. Извините. Вы? Я. Ну, здравствуйте. Мама Ники. Здравствуйте. Он ее потом двадцать часа латал. Не хотите извиниться за свою вчерашнюю грубость? Вы позвонили мне не вовремя. Я готовился к сложной операции. Я не сдала. Ваша дочь тяжело дышит. Астма явно прогрессирует. Я бы подкорректировал схему лечения. Послушайте, я вам уже говорила, мы доверяем своему лечащему врачу. Спасибо за совет, но мы будем придерживаться ее рекомендаций. Ваши права. Егор, пойдем, нам пора. Яичка. Смотри, мамочка. Да. Да-да. Можно? Александр Владимирович, в вашем графике... Во-первых, Саша, а во-вторых, в твоем. Настя, что это в формальности, а? Хорошо. Утром звонили из Эксипорта. Их заинтересовало наше программное обеспечение. А завтра в 15.20 в твоем графике есть окно. Ну, хорошо, пусть будет 15.20. Настя, ты даже не представляешь, как я счастлив, что ты у меня работаешь. Я тоже. Я пойду, мне еще нужно позвонить, согласовать время. Ты знаешь, а ведь ты нам принесла удачу. Мы с этим тендером знаешь, сколько провозились? А ты пришла и все сразу решилась. Мне приятно, но я ведь ничего не сделала. Мне от тебя так кажется. Ваша честь, непунктуальность ответчицы говорит о том, насколько она безответственно относится к судьбе своей дочери. Добрый день, извините. Добрый, садитесь. Давайте начнем. Ваша честь, мы предлагаем не доводить дело до суда, а подписать мировое соглашение. Вы, Анастасия Сергеевна, признаете, что вашей дочери лучше жить у отца в просторном загородном доме, учиться в престижной гимназии, там, где она училась раньше, там ее круг друзей, там ее общение, там уровень образования. А мой клиент в ответ не будет препятствовать вашим встречам с дочерью по выходным. Нет, я не согласна. Ну что ж, тогда позвольте мне озвучить нашу позицию. Анастасия Сергеевна не работает, а, соответственно, она не может обеспечить достойный уровень жизни своей дочери. Что скажете на это? Ваша честь, я нашла работу и в состоянии обеспечивать себя и своего ребенка. Все это время мы жили нормально. Ну да. Потому что ты продала все драгоценности, которые я подарил. Это правда? Как ты можешь? Ты скажешь, я собрал? Нет? Да. Ну вот видите. Ника, я забыла ноутбук в студии. Сходишь за ним? Угу. Что случилось? Яр, я не знаю, будет ли продолжать Ника занятие. Суд, скорее всего, оставит ее с Игорем, а он считает, что все это не нужно. Ну что, солнышко, ты готова? Угу. До свидания, Валерия Дмитриевна. Поехали. До свидания. Здорово. Настя, познакомься, это Андрей Викторович, юрист нашей компании. Он будет представлять твои интересы на судебном заседании. Здрасте, Настя. Здравствуйте. Саш, спасибо, конечно, большое, но это мои проблемы, я сама разберусь. Так, Настя, стоп. Скажи мне, вот если бы у меня что-нибудь случилось, ты бы помогла? Ну, конечно. Ну, вот и я хочу тебе помочь. Откуда ты узнал, что мне нужен юрист? Лера рассказала. Ты пойми, мы оба за тебя переживаем. Так, все, я не отвлекаю, решайте вопросы. Ну что ж, давайте начинать. Жена всегда была на моем содержании. Но как только у меня начались финансовые проблемы, она решила покинуть, как ей казалось, тонущий корабль. Истинной причиной развода послужила измена Валевского Игоря Александровича. На тот момент супруга моей подзащитой. Вот показания свидетеля Куницыной Валерии Дмитриевны. Хочу услышать позицию дочери Валевских. Поскольку ребенка уже исполнилось 10, суд имеет право учесть его мнение. Вероника, иногда ребенку приходится выбирать, с кем остаться после развода родителей. Это не значит, что ты предаешь кого-то из них. У тебя будет возможность видеть и папу, и маму. Но все же, с кем бы ты сама хотела жить? Пап, прости. Я бы хотела остаться жить с мамой. Спасибо тебе. Ты так много для нас делал. Спасибо. Да, без проблем. Игорь. Я прошу тебя, пожалуйста, давай разойдемся, как нормальные люди. Ты в любое время можешь видеть Нику, и я никогда не буду... А я смотрю, ты зря время не теряла. Быстро мне замену нашла. И кого? Вот этого неудачника? Саш, прости за эту сцену. Я поэтому и не хотела тебя во все это втягивать. Да, я даже внимания не обратил. Так что не бери в голову. Пойдем. Провожу вас до машины. Поехали. Ник, пойдем. Так, дыши. Дыши, слышишь? Давай. Еще разочек. Легче? Дыши. Я сейчас вызову врача. Слышишь меня? Дыши. Дыши. Дыши, дыши, дыши. Ну? Дыши. Дыши, солнышко. Дыши. Ситуация ниже нормы. Подаем увлажненный кислород через ДСВ-катетер. Да, поняла. Все хорошо, все хорошо, все. Дыши. Потерпи. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все понятно. Так, глюкокортикоид внутри вена и... Наша врач обычно действовала иначе. Сначала она... Будете мешать, отправлю домой. Оксигенотерапия, глюкокортикоид и бронхолитик внутри вены. И следите за тем, чтобы в палате всегда был свежий воздух. Хорошо. Все будет хорошо, поняла? Мама, успокой. Дыши. Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Ты умничка. Дыши. Дыши. Привет. Привет. Здесь лекарства. Все по списку и из запаса. Саша, спасибо тебе. Да перестань. Как Ника. А вроде лучше. Знаешь, давай сегодня же Нику переведем в хорошую частную клинику. Я даже знаю куда. Лично знаком с владельцем. Там отличные врачи. Не то что эти не очень. Толком сказать не могут, что происходит. Покиньте палату. Это еще почему? Потому что вы мешаете. Подрываете веру родных пациента в лечащего врача. Достаточно на вас посмотреть, чтобы навсегда веру в медицину потерять. Саша, пожалуйста, не надо. Я благодарна тебе за помощь, но я никуда не буду переводить Нику. Сейчас важнее всего для нее покой. Хотите проведывать пациентку, ведите себя подобающим образом. И не советую вам в таком тоне обсуждать персонал больницы. Состояние Ники стабильно. Все самое сложное уже позади. Езжайте домой, отдохните, выспитесь. Я сейчас не смогу спать. Если вы свалитесь от усталости, пользы это точно никому не принесет. Нике сейчас нужна здоровая, сильная мама. Я обещаю, я из больницы никуда не уйду. Присмотрю за Ника. Хорошо. Я хотела извиниться за то, как вела себя ночью. Но вы даже не представляете, как я вам благодарна Роман Александрович. Настя, давай я тебя домой отвезу. Да? Тебе надо выспаться. До свидания. Настя, я совсем не хотел грубить этому доктору. Просто, когда-то моя мама попала в такую же больницу. Ее не смогли спасти. Я вдруг очень испугался за Нику. Саша, я тоже за нее ужасно боюсь, но я думаю, Роман, я ему доверяю. Саша, спасибо тебе. Спасибо за то, что рядом. И я бы одна не справилась. Настя, я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду рядом. И ты можешь на меня рассчитывать. Да? Да. Спасибо. Спасибо. Саша, ты... Это что? Что? Как же Лера? Настя, ты... Ты сейчас все неправильно поняла. Так, мне еще надо в офис заехать. Ты давай держись. Если что, я на связи. И звони. Уschein-то, я ничего не могу. Ушибись. Ушибись. Ушиб-то. Ушибись. Ушиб-то. 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 КОНЕЦ Да, Роман, я слушаю что-то с Никой. Настя, ну, чтобы себя накручивать. Ники гораздо лучше, дыхание нормализовалось. Она даже немного поела и теперь спит. Я просто хотел сказать, что все в порядке. Ну и извиниться, что нагрубил тогда. Когда нужно действовать срочно, врачи не всегда подбирают слова. Ничего, я понимаю. Спасибо. Скажите, а как давно Ника болеет? Как часто у нее бывают приступы? Нике поставили диагноз, когда ей было два года. Но в последнее время приступы стали гораздо реже. Я даже начала забывать, как это. И вот опять все вернулось. Я понял. Вы знаете, обострение связано, скорее всего, не только со стрессом, но и банально с переездом в город. Чистый воздух при астме играет большую роль. Ну, ничего. Все образуется. Мы еще немного подкорректируем схему лечения и... Да, спасибо. Я надеюсь. Доброй ночи. Спите спокойно. Доброй ночи. Доброй ночи. Забытые тропы, забытые дни Мы вспомним с тобою осно, Идем за мечтою К миру с любовью, с тобою Здрасте. Здрасте. Нам папа разрешил. Привет, мам. Привет. Честное слово, нам разрешили. Солнышко, тебе уже лучше. Намного. Можно мы песню доиграем? Ну, если доктор разрешил, то можно. Разукрасили в розовый цвет И к счастью дороги раскрыли секрет Лучами добра мы согреты Добро излучаем И вот все секреты Ничего себе. У вас тут целый оркестр? Оркестра с одним инструментом не бывает. Да ладно тебе. Ну что, как насчет подкрепиться? Тебе, кстати, нужны витамины. Спасибо, а я сейчас не хочу. А я хочу. Держи. Егор, я за тобой. Пойдем. Концерт закончен. Мне пора. Солнышко, я на минутку, ладно? Роман Александрович. Я хотела поблагодарить вас за то, что разрешаете Егору навещать Нику. Ей это идет на пульсу. Егора тоже после знакомства с Никой как подменили. Уроки начал делать. Зубы чистит без всяких напоминаний. Ну, пап! Ну что, пап? И еще, вы не обижайтесь на Сашу. Он добрый. Мы давно друг друга знаем. Просто сейчас мы все на нервах. Да я все понимаю. Что читаешь? Сказку. Знаете, после нашего разговора вы меня так успокоили. У меня будто камень с души свалился. Ну, я на самом деле пытаюсь реабилитироваться в ваших глазах. Признайтесь честно, первое впечатление было не очень хорошим. Если честно, не очень. Но зато сейчас я не представляю, что он мне без вас делал. Настя, давай я тебя домой отвезу. Саша, спасибо. Ты езжай. Я еще побуду с Никой. Ну, на самом деле, у Ники в ближайшие часы процедура. Потом ей нужен покой. Так что вы действительно можете ехать. Завтра придете. Угу. Да. А, да. Еще один момент. Ники, действительно, лучше жить за городом. Подумайте об этом. Я все понимаю, но старайтесь хотя бы по выходным выезжать. Да? Обязательно возобновите уроки вокала. Это хорошая профилактика приступов. Я постараюсь. Спасибо. Всего доброго. До завтра. До завтра. Знаешь, было бы забавно, если бы Ника оказалась моей дочкой. В смысле? Ну, я сегодня наблюдал за Никой. Мне кажется, мы очень похожи. А что, если... Настя, ну, по срокам-то все реально? Вдруг ты просто решила не говорить? Или еще тогда не знала? Сейчас-то ты можешь сказать мне правду? Саша, я никогда не стала бы такое скрывать. Это просто некрасиво по отношению к Игорю, тебе и тем более Нике. Она дочь Игоря. И, пожалуйста, давай закроем эту тему. Я просто подумал, что... Ладно, проехай. Проходи, солушка. Ну, как ты себя чувствуешь? Все хорошо, мам. Точно? Точно. Николя, мне нужда на работу. Ты не против, если я съезжу? Конечно, нет. Я все равно собиралась Игору звонить на счет домашки на завтра. Заодно все новости узнаю. Хорошо. Послушай, если почувствуешь себя плохо, сразу же звони мне, поняла? Мам, не волнуйся ты так. Со мной будет все хорошо. Хорошо. До вечера тогда. До вечера. Закрой за мной дверь. Хорошо. Алло, Лер, привет. Когда мы можем с Некой прийти к тебе на занятия? Никогда. Почему? А ты, можно подумать, не знаешь. Саша меня бросил. Из-за тебя. Лер, послушай, это какая-то ошибка. Между мной и Сашей ничего нет. Лер? Да, мы уже протестировали приложение, и в ближайшее время его установим. Ну что вы, это наша работа. Да, хорошо. Тогда на связи. До свидания. Добрый день. Привет. Саша, ты все на подпись накопилось за несколько дней. Вот как хорошо, что ты в офисе. Я без тебя, как без рук. Как там, Ника? Сегодня выписали. Ну, я очень рад. Настя. Я хотел с тобой поговорить. Ну, только не здесь, не в офисе. Тут все отвлекает. Может быть, мы после работы сходим куда-нибудь? Саша, у меня Ника думает, да? Давай в другой раз. Я нечасто тебя о чем-то прошу, но правда очень важно. Хорошо. Нам правда пора поговорить. Договорились? Да. Спасибо. Что тебе заказать? Саша, я не голодна. Ты хотел о чем-то поговорить? Да. Спасибо. Пожалуйста. Настя, я решил, что ты должна узнать это от меня. Мы с Лерой расстались. Оказалось, что мы просто разные люди. Такое бывает. Я уже знаю. Я звонила ей договориться об уроках для Ники и... Саша, я не понимаю, но она обвиняет во всем меня. Возможно, в этом что-то... Настя, в этом вообще нет твоей вины. Понимаешь, это все. Мы бы с ней в любом случае расстались. Рано или поздно. Нет, она... Прекрасный, хороший человек, но... Не мой. Понимаешь? Настя, тебе... Тебе могло показаться, что я... Опять себе что-то придумал. И действительно, я не хочу тебя обманывать. Когда я тебя увидел после стольких лет, я... На минуту представил, что все можно вернуть. Как раньше, но... Послушай, я прекрасно все понимаю. Настя, правда. Тебе на этот счет вообще не стоит переживать. Слышишь? Слышу. Проехали? Проехали. Отлично. Теперь слушай. У меня есть одна идея. Она у меня появилась, когда я... Ну, слушал этого врача, который Нику лечит. Смотри. У меня большой загородный дом, где я живу один. Саша. Да погоди ты и не перебивай. Дай сказать. Врач сказал, что Нике нужен свежий воздух. К тому же тебе будет там хорошо. Ника сможет вернуться в гимназию. Найдем нового преподавателя по вокалу. Саша, я тебе очень благодарна, но... Ты же понимаешь, что это невозможно. Да почему невозможно? Там большой дом, два отдельных крыла. У вас будет собственный вход. Послушай, мы с тобой можем даже не видеться, если ты захочешь. Ты мне ничего не должна. Я просто хочу помочь вам с Никой. К тому же это временно, пока ей легче не станет. Ты подумай. Саша, ты правда очень многое делаешь для нас с Никой. Я безумно тебе благодарна, но... Ты же понимаешь, что я не могу сейчас тебе дать какой-либо ответ. Так а кто тебя торопит? Я просто говорю, чтобы ты сразу не отказывалась. Подумай. Так, мы с тобой заболтались. Поэтому давай я сделаю заказ на свой вкус. Потому что я вот эту кухню очень хорошо знаю. Саша, я не голодная. Ты извини, но у меня Ника дома одна. Она после больницы, я не хочу ее оставлять. А, конечно, я понимаю. Нике, привет. Спасибо, передам. Пока. Пока. Официант. Николь, а что если мы с тобой переедем за город к дяде Саше? Там места больше, а главное, воздух хороший. Врач сказал тебе, это полезно. Опять переезжать? Меня это в школу? Нет. Я уже привыкла. И здесь Егор есть. И вообще-то дядя Саша мне не нравится. Николь, ну это же будет временно. А Егор сможет приезжать к тебе в гости. Я никуда не поеду. Да, Саша. Привет. Ты сказала Нике? Да, я поговорила с Никой, и ничего не получится. Она не хочет переезжать. Может быть, она передумает? Ну, может, передумает. Я не знаю. А поговори с ней еще раз. Саша. Ну, а вдруг? Хорошо, я попробую с ней поговорить через пару дней. Отлично. Я буду ждать. Ника. Ника. Солнышко, иди ужинать. Ника, ужин готов. Ника. Ника.